так продолжим эту игру я не помню управление на правую менять я помню сюжет управления нет это что-то на что-то подорожает допустим что где бы мы ни были это не тот мир который мы знаем возвращайся назад в этом месте не безопасно ты какого черта ты сделаешь сейчас не время и не место для разговоров возвращаясь туда откуда пришел я буду ждать тебя там эрго ты знаешь кто это был давай вернемся малышка мать ночью говорят нам туда рано ответь мне мне кож нужно проверить возвращаемся назад да если я пойду вперед детка только на этот раз давай вернемся в другую комнату а если я пойду вперед почему она права впереди что то есть что-то что-то не сможешь победить пока я слаб давай вернемся а типа босса ладно уговорил надо было посмотреть вау это и правда ты ты не можешь остаться со мной даже спустя поколения да у меня нет выбора есть дети которым нужно много внимания здравствуй эрго тебе не на что жаловаться на этот раз ты заплатил настоящую красавицу она не похожа на предыдущих вестниц не она просто плакса ты твоя задница все еще мои любимчики ты снова пытаешься приударить за мной только пока это возможно извините что прерывал ваше свидание может кто-нибудь из вас расскажет мне что здесь происходит наконец-то мы встретились вестница детстве прости за мою бестактность музыка громкая рада что вы знаете кто я к сожалению все еще не знаю кто вы создание ты не знаешь серьезно ты жалко человечество обязанное всем этой женщине это создание как ты назвала так то невзирая на трудности смогла обмануть и запечатать сам могущество монстр который когда-либо ствол она в земле он не боготворит она ж его запечатала не хочешь ли ты сказать что им был ты верно маленькая книжечка вы или най гримуар основатель натана эля первая среди великих святых вы женщина который запечатала эрго в книгу пустоты что же более или менее я счастлива встретить тебя простите за мою грубость я не ожидал ничего хорошего от и знакомого эрго я не могу винить тебя за это кроме того мой внешний вид мало обнадеживает вы мертвы я такая же живая как и ты но моё тело находится в стазисе связи с не с некоторыми проблемами прошлого связи то что вы сейчас ведь это просто духовная проекция которую мы можем создавать здорово муж создавать мой разум пробуждающий в течение коротких промежутков времени что происходит или я на что я не не удалим для тебя но я знаю что ты здесь не ради меня твое личное участие в чем-либо это плохой знак я дети по своей воле что-то призвало меня и не меня одну так же как и ты есть существо который собирается собирается в этой башне сущность с огромной силой некоторые из них уже здесь здесь другие скоро прибудут я не знаю что это было но худший из них был самом конце я встретила тебя но думаю он уже ушел ты шутишь мне напомнить те с кем ты говоришь я могу заразить все это место одним щелчком я чувствую как ты слаб эрго бесполезно срываться скрывать от меня я никогда не видел тебя таким твоим нынешним состоянием я даже не уверена сможешь ли ты поправиться или она если на то пошло миледи вам не нужно беспокоиться обо мне мне нужно выполнить миссию возложен на меня верховный инквизитором вестница я очень хорошо знаю артефакт который вы ищете эта книга написана моей сестрой ее собственной кровью я могу заверить его сейчас это не наш приоритет я все еще не понимаю что происходит и где мы находимся я пыталась добраться до некоторых сущностей но безуспешно как что-то скрыл закрывает к ним доступ существуют различные печати каким-то образом связаны с рагментами их сущности возможно если мы сможем совладеть некоторыми из них но я что происходит я не знаю прости кажется не смогу больше продержаться в этой форме или ты должна прости черт подождите не беспокойся с ней все будет в порядке она крепкий орешек но скоро снова ее увидим скорее всего ладно пошли давай встретиться с этими существами это звучит прекрасно это не звучит прекрасно а как ой меню нажимать м это карта она мне не нужна и все равно ими не умею пользоваться как листать и пока предметом я уже не помню игра да не честно так он не нажимает игра я не на джойстики чтобы знать кнопки эти а вниз и вверх а вверх и вверх и вверх и вверх и вверх и так что нажала ага и так тут могу Так, тут он безымянный. Но даже Арго, только увидев его, признал, что не смог его победить, пока он запечатан. Элина Гримуар Элина считается величайшей историей в истории. Таинственная душа, которая повлияла на судьбу Гаа еще в древние времена. На протяжении многих веков она была секретным кардинатом совета кардиналов. А некоторые считают, что именно она тайно руководит как церковью, так и Натанаэлем. Правда в том, что Элайн есть нечто большее, чем просто астральная проекция, созданной силой воли умирающей женщины. В прошлом, когда она еще была смертной, она была ужасно ранена, пытаясь остановить воплощение первого предвестника. В тот момент ее тело находилось в анабиозе, борясь за свою жизнь с помощью передового технологического оборудования Империи. В прошлом Элина была безмерно могущественна, но даже в ее полуживом состоянии, лишь с частью ее силы она смогла помочь Натанаэлю в их величайший кризис. Именно она ответит за запечатанную Эрку в Книгу Пустоты, за что он ее как ненавидит, так и восхищается ею. Харе Эль Гримуар. Святая Харе Эль Гримуар, сестра-близнец Элина, была провидец невероятной силы, которая исчезла более 4 столетия назад. Она предсказала 6 предвестников и также написала Библа своей собственной кровью. Ага. А, это обучение. Так, я хотела музыку чуть-чуть гибать. Вот тут она не громкая, но в разговоре там проскочилась чуть-чуть громкая. Я не помню, кстати, как лечиться. Так, нам нельзя вверх, правильно? Логично. Музыка. Органа, сердце. Ту-ту-ту-ру-ту-ру. Ту-ту-ту-ру-ту. 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 Сейчас по кругу пройдёмся. Дверь. Так, ну к знакам не бессмысленно подходить. Эти печати очень сильны. Не думаю, что мы сможем открыть, малышка. Спасибо. Вот это изучение. Изучили, так изучили, чё сказать. Придём сюда. Что там за картинка появляется? Здесь не какая-нибудь? 40 миллиард плюс. Тут там явно женщина. А, это двигать можно, да? Давай, к чему-то там подойдём? Спасибо. Это очень полезный, Эргу. Кириладис. Это меч. Так, ну он сильней. Экипировать. Кириладис. 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 Энн. Пусть два дворца стоят. Уй. Уй. Особняк. Особняк. Выглядит. Смотри на этих марионеток. Они кажутся практически живыми. Жуть. Да, это похоже на дом с привидениями. Я надеюсь, они живут и нападут на нас. Это было бы круто. Согласна. Согласна. Прости. Я не хочу вас бить, но... А, вдруг вы встанете, как и сказала. Так. Хотелось ни вот. Ну что то значит? Он должен что то знать сто процентов. Ага. Это... Но.. Это... Это два. Но что значит два? Да. Почему музыка такая какая-то? Типа напряжённая. Там была загрузка унизу. Ну, ответ вот в этих штук. Ага, молоки. Пока нет представлений. Что бы эти цифры там означали? Спатов. 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 Магический посох усиленной души волей. Многие из мечов с техор на тоннель используют их. Меч наносимый... Меч носимый элита ордена небес самыми верными рыцарями империи. Ну, посох для чего сделан? Для магии? Ты чё? А, это Е так делает. Сейчас. Где-то отрыгнуть должна. А-а-а. Отсюда? Ай, что? Вот он. Вот он. Пройти можно? Сейчас. Так просто провалиться, серьёзно. Я думала тут текстурки есть. Поймем жить. Ладно. Закрыто, да? Там. Здесь не просто нет дверей. Четыре. Два. Четыре. Чему эти символы? Ладно. Идём пока куда можем. Здесь должна быть раками, да? Угу. Внизу открылась дверь. Техномагия? Соломона? Наука забытых времён? Необычно. Это не то, что уже дашь увидеть в подобном месте. И что ты ожидаешь видеть в подобном месте? Один. Детка. Эти печати связаны с картинами. Так. Да. Между ними есть какая-то связь. Они такие невероятные. Это сразу понятно. Какая? Вы мне скажите, какая между ними связь? А то такие простые. Между ними есть связь. А сказать какая, мы не скажем. Ну и кто так делает? Связь. Я пока просто вижу. Два. Четыре. Один. Пароль же тут. Из буков. check-in. Я забана чем сейчас бы попала. Ой. Пойдёмки у дверь что-то. Теперь механические големы с Соломона? Я. С lasts. ой че это ой тише попал как лечиться так но это не то это не то надо как-то лечиться я не помню как лечиться один удержать а по чем она бьет так его возьмем пока так дурачок что ли один лечиться а чем она бьет делаю пусто это типа тут ничего не выбрала тебе пусто что правление код а так нет уберем чем она бьет знаки просто быстро живые злые маринетки да черт возьми ох заткнись ой ты вставай вот это круто будет вставай по дверь ага тут типа прикол кто встанет кто не встанет три класса пойдем а ты че ай-яй 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 а а как там а эх к ним приближаться так тут тоже какой-то это да сестра судьбы зенобрус может этих нам написать нет не знаю что означает мастерская здесь столько страданий но магия как будто мне необходима так тут развилка отлюбляется сущность связана с этим местом просто безумная что тут я думаю она исчезла а а где дверь открылась эта штука слезет а а прототип класс сражение на сражении врачок врачок я же ушла тихо тихо как он там эй ну я же уворачиваюсь ой-ой один больше нету черт на она побит эй не все она не майкать не действует то что это побить Конечно, не бесконечно. Я думала... Эй, ты чё? Для него жизни у меня нет. Ты чё? Как мне сделают? Так. Это жизнь? Тёмный скипетр. Тловещий клинок тёмного джина. Говорят, он возвращает душу в владение. Чего у меня цифан снялся? Здесь тёмный скипетр возьмём. Вот. Что-то... Угу. Что-то... Настоящее имя. Чё? Чё? Чё настоящее имя? Я должна вот этих вот... Каких-нибудь вот этих вот знать? Тёх... 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 Ты... Тёх... Мгм... Мг... Как бы сейчас тут можно заблудиться... Вот тут. О, прям марионетка. И прямо ещё можно идти. По бокам и прямо. Ясно. Пойдёмте, значит, сначала вот в эту. Вылетит интересно. Камера порталов. Что? Камера порталов. Ой. Типа здесь закрытые двери, а потом когда-нибудь не откроются. Особняк мастерская. Ну, допустим, назад мы можем? Нет. Сюда нам, давай. Сюда нам, давай. Они заново появляются? Интересно. Что-нибудь так много урона наносит? Сюда пойдём. Правда, это показывает, как будто нам сюда и надо. Вот. Эта картинка опять не успела рассмотреть. По два. Смертельные ловушки. Лучше и не придумаешь. Ай. Я должна ваш тайминг, что ли, знать. Типа дальше укрытий нет. А. На тоненький. А, там нет укрытия, да? Угу. Угу. Да подождать чуть-чуть я хотела. Ой, а как я тут оказалась? Игра, ты чё? Ты чё делаешь? Что? Где я? А, она меня кинула. Спасибо за подставу, игра. Ты кто? Я не имею значимости. Я ничем не могу тебе помочь. Мой муж, он в чём-то месте. Освободи его. Угу. Заполнительное задание? Ой, извини. Всё так запутано. Я был творцом. Самым великим из всех. Но я согрешил. Теперь у меня есть только то, чего я заслужил. Да? Класс. Фух. Я обманала столько тут ходов. Руть какая. Откуда тут столько ходов? О, это её муж? Я тот, кто пожирает всё. Я тот, кто стоит над своим созданием. Я мощь. Ясно. Я никто. Меня никогда не было. Но где-то в этой тюрьме моя жена. Освободи её. Она тебя вознаградит. Так это... А как вас освобождать-то? Так я с этим болтала? Ой, извини. Кровь. Я понял только кровь. Что же это за монстр? Нет. Не освобождай меня. Хорошо. О, это же он. Прошу прощения, странники. Мне нечего сказать. Что? Что? Что-то на сложно. Это всё что-то на сложно. Спасибо. Так. Такая дверь открылась. Где? Ну, я не сомневалась, что должна быть драка. А, вас тут много. Егей. И сколько вас тут? Угу, двойная. Ой, кольцо Габриэля. Ах. Ай-яй-яй-яй-яй. Больше защиты дает. Какое лучше менять? Вот так. Я плохого этих делах. Такой тут таймен должен быть. О. Ооо. Ага. У меня там не достает, игра не врите. так где тут стены это была случайность я с вами говорила я просто торгует если мне не было ими сейчас я его не помню открой эту дверь и обещаю что благодарю тебя она на не все двери смогут придать секреты проходы они резинируют в моей голове словно крики останови заставь их остановиться у меня наверно будет выбор кого освобождать ой конечно же я в душе не знаю кого освобождать так с вами я болтал так я хотела пойти прям меня нет что это ты ладно пойдем к тобой тут сразу все это бьет эй да ё-моё я никогда это не пройду о чем-то игра ага положим я там это заблудилась чуть-чуть там по два начинают бить там можно наверно быстро пробегать уже ого с каким таким талантами я там должна пройти игра это сумасшедшая какими талантами я тут должна пройти так далеко ой где я играю ай да почему ты мне не туда ведешь игра скажи что должна туда идти эй я слишком быстро пошла эй 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 ага я ж не знаю где здесь должно быть та игра издевается у меня больше жизни должно быть чтоб я пошла в подвал и по не знаю ставлю на потом подвал дети зеркала так мне назад надо да ага 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 ну тут вот, чтооо а ты towоооооооооооооооооооооооо ? Ой! Ещё одна! Аж жизни там нету. Допустим, в подвал оставим на лучшие времена. Ай, вы опять. Они прям все появились? Ясно. Так, сюда, да? Кто это? Отлично. Что-то ж есть. А, вот он. Они говорят, что особенный человек встречается один на тысячу непредвиденных гений, один на миллион, и такой, как Наскал Мехрим один из миллиардов. В самом детстве он проявлял необразимый талант сотворения, его мастерство превосходило даже самых великих мастеров мира. С таким даром он, вне всякого сомнения, мог бы стать тем, кем пожелает. Но Наскал и не задумывался об этом. Прошу прощения, его истинной страстью было марионетки. Когда он был ребенком, родители повели его в театр, где он впервые увидел то, что впоследствии стать его навязчивой идеей. Эти простые фигурки из дерева и металла, искусственные слова, изображающие из себя людей, очаровали его непостижимым образом. С этого момента в своем юном возрасте он решил посвятить свою жизнь им. Год за годом Наскал изучал их строение и эксплуатацию, развивая уникальные методы приобретения и большой реалистичности и подвижности. Времени его работы стали непредвиденными, столь идеальными, что их было сложно отличить от живого человека. Его маринетки считались истинным шедемлем и высоко ценились во всем мире. А только сейчас, когда мы исполним 25, Наскал по-настоящему доволен. Все признают величайший маринетки никого в мире. Окей. Зачем нам это? Какой нам от этого толк? Мы сейчас зайдем в зеркала, оттуда мы можем быстренько вернуться в голову. Это главный, да? Вообще, я так плохо разбираюсь во всех этих картах. У меня настолько топографический кретинин, что ужас просто. Что-то сюда всё втыкается. Опять бой? Или что? Местница о бедствии. Я чувствую что-то рядом. Ромео Эксет. Лорд Ромео Эксет. Шутишь, детка? Чёртов Верховный Инквизитор находится здесь? Заткнись. Я снаружи здания. Наши силы армии Натанаэль, Инквизиция, они все здесь. Я использую всю свою силу, чтобы создать этот разрыв, который позволяет нам общаться. Но он не устойчив. Мы должны быть краткими. Милрорд, леди мертва. И артефакт по-прежнему не дандит. Но это лишь вопрос времени, прежде чем я... Тише. Превосходящее гораздо серьёзнее. Чем ты думаешь гораздо серьёзнее? Чем любой из нас мог себе представить? Только один человек предвидел это, и теперь мы опоздали. Весь мир находится в хаосе. Многие правила реальности нарушаются, и это место – источник всего. Прошу прощения, Миро. Я не понимаю. Книга, которую ты должна была восстановить, Библос, была сборником пророчеств, сделанных Харриэль Гримуар. Она описывает определённые условия, которые могут привести к концу света. Сама книга была невозна, важно было только и её содержание. Согласно её пророчествам, когда воссоединится определённое количество уникальных существ, они повлекут за собой конец всего сущего. На протяжении многих веков мы называем этих существ предвестниками конца, подходящий название для тех, кто считается предвестниками уничтожения мира. Тем не менее, мы никогда-то уж не понимали все тонкости пророчества, и не смогли найти всех предвестников до сих пор. Милорд? Они идут, Вестница Бедствия. Многие уже здесь. Это место привлекает предвестников к своему сердцу. Мы не знаем, как и почему, но эти существа встречаются здесь впервые. Но мы не можем войти. Башня находится не в той же реальности, в которой нахожусь я, в которой находимся все мы. Редо мной только руины и опустошения. Но ты, ты уже внутри, это означает только одно. Ты последняя надежда, которая у нас есть. Ты моё оружие, тьма, которая пожирает тьму. Моё орудие разрушений. Найди их, уничтожь их всех. Или мир больше не увидит восхода солнца. Мы постараемся остановить их здесь, прежде чем они придут, но многие войдут через решилины между реальностями. Теперь иди, Охотница Теней. Тебе нужно многое сделать. Ничего себе ты придумал. Ромео Эксет. Верховный инквизитор Ромео Эксет является главой инквизиции, непосредственным начальником вестницы. Его имя произойдет только шептом в страхе и безусловной преданности. В главах мира он святой человек, наделенный божественной силой, которую никто не видел целую вечность, существо, судьба которого спасти Гайя от гибели. Пророчество гласило, что он станет спасителем, его происхождение всегда было покрыто тайной, в отличие от остальных инквизиторов. Ромео был воспитан в монастыре на маленьком острове, и лучшие наставники были ему все цело преданы, развивая его разум, тело и с единственной целью создать совершенного инквизитора. Уже в 15 лет его способности превосходили его наставников, а несколько лет спустя не осталось никаких сомнений, что он единственный, кто достоин звания Верховного Инквизитора. Ясно. Я манала все идил. Обходы, переходы. Не время для разговоров есть, бедствия. У тебя есть приказ уничтожить предвестников. Иди сам уничтожить. Не пустые будут. Придумал тоже. Ромео, Ромео, почему же ты такой гавнюк? Интересное заявление. Что? Где эта дверь открылась? Сколько же тут? Те вот этих вот? Так, тут я-то и нафук открывалась, да? В этом вверху или в другом верху? Два. Два. Ага. Подожди. Цельчика. Два. Один. Интересно. Так. Это куда? Три. Три. Куда ведет? Так. В три нам нельзя. Так. Третий. Так. Этого я была в каком крыле? В том крыле, где я была, по-моему открылась дверь. В первое. Логично. Мне кажется, там дверь открылась. Ага, да. Так. Ага. Вот тут... О, они опять сидят. Приходи отсюда и фармить. Кто ты? Малки, единственный конкурент. Но роман я не могу написать. Там всегда есть Малки. Вот там, открывай вся дверь. Вансауту. Ты чё? Ага, могу только... Ещё будут? Музыка-то напряжённая. Хватит мне этих цифр. Место, где всё началось. Мототрон. Правый глаз. Спасибо. Первый из двух орудий ведьмы. Проклятый меч, который усилит свою силу, получая магическую энергию своего владельца. Он сильней. Майки минус 10 или твейта. Так. Так, делаем пока. Откуда место, где всё началось? Давайте поищем воспоминания. Хм. 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 Траектория Наск... Шо? Гая. Гая. Абеля. Давай написаем... Да, не читай. А у нас нету. Ге. У нас тоже нету. М-р-б-р-а-у-у-у. Ты прекратишь? Это будет тяжело, что что английскому надо будет, а я не знаю. Понятки не имею. Ой, это про второго вестника сейчас будет. Ночь совета. Наскал А. Вошел в зал, где проходил совет Бурлэдж. Величайший художник, кемеротворцы встречались сразу десятилетия под этими стенами. Разные цивилизации, даже не люди отправлялись туда, чтобы показать чудеса, созданные ими за эти годы. Естественно, там могли присутствовать только самые лучшие. Теча славы перешла все границы. Для большинства из них факт самого превышения уже был честен, но для Наскала все было наоборот. Они должны чтить его присутствие. Кукловод прошелся по комнате, стараясь быть незамеченным. Он особо не обращал внимания на несколько невдохновленных работ, которые только напомнили ему, что он превосходил всех остальных. Наскал печально улыбнулся, хотя он и не ожидал многого от других, но все же надеялся найти хоть какую-то конкуренцию своему таланту. Погрузившись в эти мысли, отдаленное слово привлекло его внимание. Кто-то упомянул Гаудемуса «Твоста чудес», чья известность дошла до души Наскала. Видимо, он тоже был приглашен, и группа людей беседовала с ним неподалеку. Заинтересовавший его известностью, Наскал подошел к нему, чтобы поделиться парой анекдотов с коллегой Генни. К его удивлению, легендарный творец был намного моложе, чем он. Ожидал, чем он ожидал, и был быстрым на то, чтобы пожать ему руку и обнять сверлим приветствием. Наскал собирался спросить о работах, которые он демонстрировал в Совете, когда вся комната покрылась и шноби, и все же шутались о том, что Гаудемус только что прибыл. В тот момент растерянный Наскал понял, что они имели в виду, и халдок ужаса пробежался по его спине. Человек, с которым он разговаривал, был не живым существом, а куклой. Работа Гаудемуса, он уже слышал это раньше от людей. Даже если это было лишь на мгновение, факт того, что он не заметил разницы, сокрушил разум кукловода. Его отчаянные глаза стали пристально рассматривать все работы Гаудемуса. Модильный Хвид сжигал его сетчатку, но в то же время он не мог отчетить ни гляда. Чувство тревоги, которое билось тело в груди, переросло в боль. Ему стало тяжело дышать, находясь в знакомстве с такими чудесами. Не выдержав этого, он рванул из комнаты и не прекращал бежать, пока не отказался снаружи. После чего Наскад смеялся и плакал на взрыв. Он был слеп все это время. Будет самовлюбленным, он считал, что стоит на вершине мира, хотя было лишь на небольшом холме. Только сейчас он осознал, что его работы были далеки от идеала. Та ночь позже изменила его жизнь. Он создаст великие работы. Он превзойдет Гаудемуса, превзойдет их всех. С момента их поддержимость станет совершенством. Мне идти... Паспорт. Ка-нехешно. Эй, быстрей! Мешайте мне, Топок. Что? А, ты еще... Ты еще жив? Эй, я что пытаюсь уворачиваться. Какой больше жизни у него... У нее больше теперь. Эй, а, мы не можем походить. Надо огонь убивать. Ясно. Жизнь мне дадут. Так, место, где все началось. Допустим. Это наша история, конечно, ребята. Нас... Пелещайший марионеточник. Так, запоминания. Нас, кау. Тут положим. Ну, я бы еще разобралась, как все это пенос. Кау. Ага, первая дверь открылась. Кла-а-а-с. Все? Ох! Ты че? Ты меня пугаешь. Что нас там ждет? Так. А это в подвале? Единственный конкурент. Что-то на Г. Дааа. Сейчас. Единственный конкурент. Эх. Ох! Бурзлэдж-то, наверное, где все началось. Сейчас. Как вот тут? Га-удэмус. Га-удэмус. Га-а-а. Надо заканчивать. Га-а. У-у-у. Д. Эээ. Эээ, я пока сзади шо открылось. он продал где открылся он не покажет то где еще здесь не надо обратно теперь сходить а это что-то сражаться каждый раз это конечно не прикольно конечно зачем никогда раз ними сражаться это уже просто фармить так види мне тут кто так выдавали же место где все началось предположим что все началось вот у этого бур-лэйдж бур-лэйдж надбукты пишет еще Voorkid 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 что такое то было бурлы и несколько фунг Субтитры сделал DimaTorzok Ну, мне надо загулька, пишется. Блок, плейдж. Как могла предполагать, я предполагала. Блок, плейдж. Блок. Что-то нет такой. Ну, мне, наверное, игру надо вбивать, чтобы она правильно мне нашла. Тут есть только подобные кражи со взломом. А если я сделаю сначала вот так? А, она тут нету. Тут, 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 ладно. Ещё раз смотрим. Бур, бур, плейдж. Бур, плейдж. Бур, плейдж. Неудачный. Бур не получится. БУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ adoption affordable considerationokee ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Пуй лей, нче. Буу, флэджа, пуа, бу, бун, буд, гус. Я попробую сцена утреть вот спрайт. Буз. Буз рейджа. Ммм. 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 Буз. Ну я так иногда, давайте я напишу ... Ой. как игра называется и она ведь и на что посмотреть название ладно чтоб сейчас мне остальные не выскочили подсказки только как и что-то конкретное слово мой молодец теперь как пишется флэйдж все значит не удалось найти значит напишу место где все началось дурак что-ли игра она мне написала смысле играть и фон написал не место где все началось в игре аниме гейт мы можешь называть скоро в фэнтези о катю классно ну я не вижу там нет такого ща я еще допустим переводчик убью эти слова кстати мы сейчас закончим на этом ну тут нету эээ спасибо так и я могу бурлый так и я пыталась делать вообще на этом закончим вот закончим